Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу, которая называется Ваидханан. Всевышний говорит, что мы должны помнить, как Всевышний уничтожил все народы из среды твоей, и которые шли против Бога, против нас шли, и как Всевышний уничтожил тех, кто поклонился Баальпиору, служил Баальпиору. Уничтожил Бог из среды твоей, пишется их. А потом пишется, а вы верную Богу Вселенную вашу, живы вы все ныне. И Всевышний нас учит установлением и законам, как нам поступать в стране и хранить законы. И Тора это наша мудрость и разум наш на глазах у всех народов. И когда увидят народы эту великую мудрость, скажут, как мудр и разумен народ этот великий. То есть не потому, что мы талантливы, а потому, что мы соблюдаем заповеди Всевышнего, так как Тора нам говорит. Вот только поэтому мы можем быть мудрыми. Только. А ум человеческий это не мудрость. Мудрость то, что дает нам Всевышний. Вот это мудрость. Это Тора и заповеди. То, что требует нас Всевышний. Ибо кто такой народ великий, которому боги были бы столь близки? Как наш Всесильный. Если мы просим Всевышнего, Он нам отвечает. Естественно, если мы заслуживаем. Установление и законы справедливые у нас. И мы это видим. Как это работает. Мы знаем, как вести себя, чтобы не попасть в ловушку. То есть, если человек соблюдает Тору, как она есть, то это очень хороший путь. И нам нельзя поступать по-другому. Всевышний говорит, что Всевышний с вами говорит из огня в Хореве. Это местность гора Синай. Мы сами слышали слова и никакого образа мы не видели. Если мы служим Всевышнему, то мы ни в коем случае не должны себе представлять никакого образа человека. И делать изделия с ображением человека. И никакого животного. Или какой-нибудь птицы небесной. Или какой-нибудь рыбы. Или солнцу. Или луне. Или всему воинству небесному. Мы не можем служить. Никакой гороскоп не может быть для нас каким-то указанием. Если человек ведет себя по Торе. Гороскоп для него не имеет никакого значения. Потому что Всевышний говорит, что эти звезды мои. Я их как хочу, так я их и расставлю. Не надо под ним пытаться что-то вычистать. Вы ведите себя так, как я вам указал у вас в 613 заповедей. И я вас поведу над звездами. То человек, который так жить не хочет, естественно, включается тогда гороскоп, судьба, что угодно. И тогда как бы все. Все, что суждено, то и будет. Но Всевышний нам так не говорит. Нет. У вас есть выбор. Есть у вас добро. Есть у вас зло. Жизнь – это добро. Смерть – это зло. Я говорю, выбери жизнь. И так будешь жить долгие годы. Об этом он сильно напоминает. А если человек захочет помолиться и скажет, допустим, скажет, Солнце, ты ближе ко Всевышнему, помолись за меня. Настоящее идол поклонства. И это очень большое преступление. Также обратиться можно к звездам или к воинству всему небесному. И обратиться, и просить к какой-то картине, чтобы что-то было хорошее, помолиться. Нет. Нам это нельзя. Всевышний говорит, то, что другие народы делают, вы делать не можете. Напрямую просите меня. И помните, что Всевышний вывел нас из горнила Железного, из Египта. Где вы видели такое, чтобы какой-то народ был выведен из среды другого народа. Чудесами, знамениями, казнями. Такого не было, Всевышний говорит. А вас Всевышний вывел. Естественно, не за наши заслуги. За заслуги наших праотцов. И опять Маше говорит, и на меня разгневался Всевышний за слова ваши. Мы довели Маше, что Всевышний на него разгневался. За то, что мы себя так вели. Вот так он неоднократно в Торе это повторяет. То, что наши праведники страдают за вину нашу. Ибо Бог твой, Он огонь пожирающий. Перед Ним ничто не устоит. И если мы ведем себя достойно, то нам не страшен никакой огонь. Нам Всевышний только хорошее отвечает. А если мы, конечно, упорно, дерзко не соблюдаем заповеди, то заканчивается плохо. Мы помним одну очень интересную историю. Был такой человек, его звали Бендурдия. Сын Дурдии. И он все же с чем он занимался. Он искал женщин, блудниц искал. Вот ему кроме них ничего не интересовало. И потом уже он этой жизнью был насытился. И тут ему говорят, что искать блудница за 3-9 земель. Такая невероятная красавица какая-то. Но он идет через горы, через реки, в общем, чтобы найти ее. То есть у него невероятное усилие тратит, ему надо побыть с этой блудницей. Он дошел, нашел ее, дал ей это ведро денег каких-то. Он с ней переспал. И она ему говорит, что кто-то из них там воздух испортил. Как не может это вернуться назад, так Бендурдия лишается жизни в будущем мире. Он был в шоке. Такого он не ожидал. Почему-то он думал, что он может делать что хотеть всю жизнь, и мне ничего за это не будет. Он начинает молиться. Он молится, небо помоги мне, ты ближе ко Всевышнему. А Всевышний мне сказал, я небо как туман рассею. Я не могу, мне за себя надо молиться. Молится солнце и луне, они говорят. И будет престижена луна, будет в общем и солнце. Все это сказано в Танахе такие вещи, что она говорит, нам надо за себя молиться. К кому бы ни обращался, он понимает, что выхода нет. И он находится в позе эмбриона, свернулся весь и начинает молиться и просить Всевышнего. Раскаялся, с такой силой он раскаялся, что в конце концов от этой силы он умер. И раздался небесный голос. Раби и Элиазар Бендурдия получают долю в будущем мире. Это невероятно. И мудрецы смотрят на это. Раб один главпоколение. Он говорит, человек, который всю жизнь делал только, казалось бы, плохое что-то. Блудницами за женщинами. И сила раскаяния так сработала, что он еще и долю в будущем мире получил. Да еще и Раби его Всевышний назвал. То есть невероятно. То есть если мы просим Всевышнего, даже самые плохие, казалось бы, люди, какие бы ни были, Всевышний идет нам навстречу и спасает нас. Даже и жизнь в будущем мире дает. Хотя мы знаем, что не все удостоятся жизни в будущем мире. Но вот если искреннее раскаяние, то тогда да. Об этом нас Маше просит. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок Бундан за полей в душе Яков, Владимир Бен Григорьев, Павел Бен Ефим, Малко Батриосев, Мир Батрагам, Козават Михайлов, Самуэл Бен Геш. В памяти Уин Бен Харитон, Медель Медель, Надежда Батриосев. На здоровье Светлана Батлара, Шмот Бен Истак, Борис Бен Грия, Анна Батривка, doinuck Батриоса В Shift Rrés Е affects разогласии от Козеря Медель, Субтитры сделал DimaTorzok До встречи! Надеюсь, вам состоится завтра в 15.30. Шалом!